Доброго времени суток, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня я расскажу вам о моей новой электробритве Panasonic ESRT37. И еще я сравню ее со старой бритвой Philips, который брился более шести лет. Это будет интересно джентльменам, но и дамам стоит посмотреть ролик на предмет выбора подарка для мужа или просто любимого человека. Бритва Panasonic поставляется вот в такой картонной коробке с пластиковым вкладышем внутри. Комплектация состоит из, собственно, бритвы с защитной крышкой, адаптера питания и щеточки для очистки. Заряжающей подставки и чехла для переноски здесь нет. Я уже брился этой бритвой и запаковал снова, чтобы показать упаковку. Также здесь есть руководство пользователя на русском языке. Я предпочитаю читать электронную версию, которую легко найти в интернете. Для тех, кто любит подробно ознакомиться с изделием перед покупкой, в конце ролика я выложу снимки экрана самыми важными страницами руководства. Зарядка бритвы осуществляется снизу. Заряжается аккумулятор примерно один час. Бриться во время зарядки электробритвы нельзя. Она или заряжается, или бреет. Сделано так для электробезопасности, поскольку бритва поддерживает влажное бритье. Защитную крышку бритвы легко снять, приподняв и толкнув вперед большим пальцем язычок над кнопкой включения, придерживая крышку другой рукой. Это бритва так называемого сетчатого типа. Бритье осуществляется с помощью вибраций лезвий, расположенных за сетками. Здесь два лезвия и три сетчатых элемента. Сетчатые элементы и лезвия расположены в подвижном бритвенном блоке. Бритва оборудована триммером, который служит для подбревания висков или для предварительного укорачивания волосков, если вы не брились несколько дней. Обратите внимание, что держать бритву нужно следующим образом. Большой палец вы кладете на специальную опору, а остальные пальцы на триммер, причем указательный палец лучше держать как можно ближе к ножам триммера. Если держать ниже, триммер может самопроизвольно выдвинуться во время бритья. Щеточку, идущую в комплекте, удобно держать за круглое углубление. 5 баллов ее разработчику. Бритвенный блок снимается нажатием двух кнопок слева и справа. Очистка производится вот так. Обратите внимание, что перемещать короткую щеточку нужно только в этом направлении. Короткой щеточкой чистятся лезвия, а длинной другие детали бритвы. Чистить придется редко, поскольку внутренние лезвия, сетки и корпус бритвы можно мыть под краном струей воды. На корпусе бритвы есть мягкие вставки софт-тач, которые легко пачкаются, но и легко моются. Вся электробритва заявлена водонепроницаемой. Бриться с помощью бритвы сетчатого типа нужно, перемещая ее по коже лица сверху вниз, как бритвенный станок. В конце бритья для получения большей гладкости можно перемещать бритву вверх-вниз. Можно немного растягивать кожу пальцами другой руки, но я так делаю редко. Вот как я бреюсь этой бритвой. Бритью новой бритвой. На самом деле торопиться в этом деле не следует. Бритвой этого типа нужно бриться медленно и вдумчиво, без рывков и нажимая на кожу равномерно. Заряда хватает примерно на неделю, если бриться ежедневно. Когда заряд подходит к концу, начинает мигать индикатор под значком батареи. До полного расхода заряда можно еще побриться один-два раза, но скорость движения ножей уменьшается. Во время зарядки горит индикатор заряда, по окончании зарядки он гаснет. Если поставить и заряжать бритву с вечера на ночь, ничего плохого не произойдет. Со старой бритвой я так и делал довольно часто, и у аккумулятора жив-здоров. Но теперь немного расскажу о старой бритве. Это бритва Philips роторного типа. Здесь в бритвенном блоке расположены вращающиеся бритвенные ножи. Бритва хорошая, но с годами поизносилась. Треснул и отвалился декоративный пластик над кнопкой включения. Стала соскакивать и потерялась защитная крышка. Но самое главное, из-за чего я и купил новую бритву, развалилось пластмассовое кольцо вокруг крепления бритвенного блока. Из-за этого увеличился угол качения блока и он стал соскакивать во время бритья. Брит с электробритвой роторного типа нужно, совершая плавные вращательные движения, по коже лица. Вот как я брил с этой бритвой. Бритье старой бритвы. Как видите, бритвенный блок снова соскочил с корпуса бритвы. Что же можно сказать об этих бритвах? Какие у них особенности, преимущества и недостатки каждой системы? Роторные бритвы тише, поскольку нет вибрирующего механизма. Сравните шум при работе одной и другой. Может быть совсем дорогие модели тише, не знаю. Сечь эту бритву намного легче чистить и мыть. Бритвенный блок не нужно разбирать на мелкие, как у часового механизма детали. Открыл, сполоснул, высушил и все чисто. По чистоте, гладкости бритья я бы сказал паритет. С небольшим перевесом в сторону сетчатой бритвенной системы. Не верьте тем, кто превозносит один тип и отрицает другой. Сетчатая бритва лучше справляется с гладкими поверхностями, а подбородок чуть лучше обрабатывает роторная с плавающими ножами. А ее величество шею не просто выбрить гладко как сетчатой бритвой, так и роторной. Сетчатой бритвой нужно бриться немного дольше, чем роторной. Но на мой взгляд приятнее и сам процесс бритья комфортнее, если не обращать внимание на вибрацию. Ну и конечно следует иметь ввиду, что хороший станок при умелом использовании практически всегда выбрит более гладко, чем электробритва. Электрическая бритва просто удобнее, и даже при неумелом использовании ей почти невозможно порезаться. Время моего бритья роторной и сетчатой бритвой примерно одинаковое – 7-10 минут, в зависимости от желаемого результата при ежедневном использовании. И самое главное, что меня очень порадовало. Несмотря на вроде бы более жесткое бритье новой бритвой, она гораздо меньше, чем роторная, травмирует кожу. Практически исчезло раздражение кожи после бритья. Достаточно просто ополоснуть лицо холодной водой. Влажное бритье с пеной не практикую, но бритва может и это. Разумеется, для каждого человека все индивидуально, нужно пробовать. Я вот всю жизнь пользовался роторными бритвами и боролся с раздражениями на кожу. И, наконец, решил попробовать альтернативный метод. Бритвенный блок с роторными ножами я менял за 6 лет один раз. В принципе, считается, что сетку нужно менять чаще, потому что она очень тонкая и быстро протирается. Как говорится, будем посмотреть. Еще пару слов. Подставка для бритвы удобна дома, но ее не очень удобно перевозить. Она хоть и немного, но занимает лишнее место в багаже. Что стакан, что вот такое рогатое устройство. Было бы идеально, если бы бритвы могли заряжаться как от подставки, так и напрямую в дорожном варианте. Не знаю, может быть, такие бритвы есть, но в пределах определенной ценовой границы я таких бритв не нашел. Вместо подставки я приладил в ванной вот такой стаканчик, зафиксировав его двусторонней клейкой лентой. В нем удобно и хранить бритву, и заряжать ее. А мою старую бритву я пока оставлю в качестве мощного триммера, который удобен для бритья в некоторых местах, удаленных от лица. Бритвы роторного типа выпускает фирма Philips, Голландия. А сечь этого типа делают компании Panasonic в Японии и Brown в Германии. Сборка в основном Азия, а Philips у меня был еще голландской сборки. В целом бритва Браун дороже, чем Panasonic. На другие, кроме этих трех марки, смотреть не советую. Лицо, оно у вас одно. Ну и я не буду я, если не скажу несколько слов по истории электробритвы. До изобретения электробритвы бритье было небезопасным, настоящим мужским занятием. Изобретателем электробритвы считается американская фирма ШИК. Первый прибор ее производства появился в конце 20-х годов 20-го века. А в Европе чуть позже, в конце 30-х, в начале 40-х годов, были разработаны электробритвы Браун и Philips. Именно Philips изобрела бритвы роторного типа с вращающимися ножами-фрезами. А компания Браун создала бритвы с неподвижной тонкой перфорированной сеткой. Так началась конкуренция двух типов электромеханического бритья. Массовые электробритвы стали производиться в Европе уже после Второй мировой войны. И тогда же их стали делать и в Японии. У нас, во времена Советского Союза, электробритвы тоже делали неплохо. Были марки Берцк, Агидель, Харьков и другие. Они были надежные, как автомат Калашникова. Первые электробритвы с аккумулятором появились еще в 50-х годах 20-го века. Но распространение получили в 21-м веке, когда аккумуляторы стали достаточно емкими и компактными. Аккумуляторы Panasonic для бритв имеют контакты специальной формы. Чтобы не было соблазна брать их от стороннего производителя. Но наши умельцы справляются и с этой задачей. Есть статьи и ролики на эту тему. В конце, как обещало, несколько страниц из руководства пользователя. И да, я рекомендую эту электробритву, она очень хороша и стоит недорого. Это все, что я хотел рассказать вам об электробритвах. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!